Играет музыка Тостер человеку признаваться в любви методом того, что на тосте будет изображено его лицо Так, это американцы создали специальный тостер, который будет делать селфи просто на хлебинце, который вы будете подсушивать или смаживать Съешь кусочек себя на завтрак, обалдеть И, короче, если вам не понравится ваша изображение, то вы можете вернуть тостер как раз виробником Ну наконец, в стартаперском сленге появилось что-то для нас, для девочек из серии Ми-ми-ми, ууу, как он пипу В общем, фри-ми-ми-ми-миум Что такое? Пошли к артисту, мы узнали Фри-миум Фри-миум Як? Фри-миум Что-то свободное Переводится свободеум Цэн, напэмно счесь на халяву Фри-бесплатно Мюум? Мюум Зараз, якщо прислухатися, уважно чути, як миска скреплять. Безкоштовний контент. Фремиум – это что-то типа трайл-версии, да? Очень напоминает название таблеток. Это что-то намазывайте на п'ятый, чтобы ноги не втомливались в каблуки. Фремиум – это новая разновидность бегудей. Девочки, слушайте, я попробовала, очень помогает. Крутит даже извилину в голове. Ой, в общем, друзья, сплошное разочарование, потому что фремиум, как оказывается, это бесплатный, то есть от слова фри, а также премиальный от слова премиум. То есть вы закачиваете какую-то программу на свой гаджет и потом пользуетесь на ней. Так вот, как раз стандартная, початковая версия – это фремиум, если вы ее покупали безкоштовно. А вот все другие можно докачать, но все уже за money, money, money. Уже нужна. В общем, моя версия была все равно интересной. Guys, наша программа продолжается. Продолжайте, я пропоную поглянуть на життя. Цікавише, фановише и смартовише. Разом и стартап-шоу, и не с кафетром одному. В мире высших технологий мы совершенно забываем о простых вещах и о романтике. А именно здесь сервис, сейчас называется он Memoirs, наверное, как мемуары, в интернете появляется сервис, который формирует из всех ваших имейлов сообщений целую книгу и действительно ее типографически сразу же публикуют. Автор книги может полностью самостоятельно задать нужное ему количество копий и обещает этот сервис делать все совершенно интимным образом. То есть высылать это напрямую тебе, человеку, без включения всевозможных адресатов по тусторонний глаз. Я думаю, все сейчас слушают со слезами на глазах песню Джастина Тимберлейка «Not a bad love story». А почему и за слезами? Да потому что была, оказывается, возможность попасть в его видеоролик. А, то есть как раз рыдают те, кто не потрапил. Да. Джастин Тимберлейк попросил своих поклонников выкладывать в соцсети, твиттера и фейсбука вместе с хэштегом названия песни «Not a bad love story». Всевозможные фоторепортажи, видеоролики. История кохания. История любви, настоящей, чистой, человеческой, земной такой. Тим часом у нас ученые, которые разработают специальные цветы нанотехнологии и даруют своим коханам. Отже, колишний співробитник Гарвардского университета, которого звали Вим Нурдин, а у него странное есть хобби. Он любит выращивать букеты из карбоната бария и метасиликата натрия. Ну, как незвычное прозвище, незвычная и профессия. Так вот, он, благодаря химическим ингредиентам, можно сказать, химическим речовинам, он разработает такие квиты, которые не можно посмотреть неозброянным оком. Ибо их можно увидеть только в пробирке, и это действительно нанотехнологии. И сейчас это надзвичайно важно, потому что как раз вибудовывается из этих кристалов, кристаликов, неимоверной красой квиты, которую он фотографирует. И потом их можно посмотреть благодаря электронному микроскопу, або просто там без фотографии. И после этого он эти фотокартки дарует своей коханке и говорит, ось тебе квиточки. 15.30, повернемся в студию М1. Лайкайте, Містер Сані. Ееее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова